всем привет с вами дмитрий урсул и это курс просто сложным серии 6 субтрактивный синтез в этом курсе мы поговорим собственно о субтрактивном синтезе о том что это такое из чего он состоит и как им пользоваться сразу забегая вперед скажу что это самый популярный тип синтеза все остальные типы синтеза так или иначе включает в себя его поэтому я решил в серии курса просто о сложном выпустить именно этот курс который вас втянет в эту тему синтеза то есть вы сможете гораздо легче понимать как собственно накручивается звук как вы уже знаете серия просто сложным преследует в основном теоретические знания то есть здесь задача этого курса вам именно дать теоретическую основу который поможет вам потом на практике и закрепить и понять как вообще работать с различными синтезаторами в этом курсе также покажу несколько примеров разных синтезаторов которые основаны на принципе субтрактивного синтеза и собственно посмотрим некоторые примеры что и как для чего нам собственно этот субтрактивный синтез нужен ну а в этом видео давайте вкратце пробежимся по такому ликбезу что такое субтрактивный синтез из чего он состоит для тех кто не смотрел первый выпуск курсов из серии просто сложным который назывался основа цифрового звука я очень рекомендую его посмотреть потому что там я прям в мельчайших деталях рассказываю что такое цифровой звук из чего он состоит как он работает вообще что такой звук что такое частоты спектр тембр гармоники все вот эти термины здесь я на них особенно подробно стал останавливаться не буду поэтому если вы пропустили этот курс обязательно посмотрите но сейчас здесь быстро чтобы напомнить я такую выжимку основную повторю и так что такое звук звук это набор гармоник который у нас определенной частоты и занимают наш спектр как вы помните спектр слуха человека от 20 герц до 20 килогерц и все звуки что мы слышим вообще в природе которые вас вообще может наш слух воспринять он так или иначе эти звуки укладываются вот в этот диапазон то есть от 20 до 20 килогерц давайте здесь напишу чтобы он был да перед глазами нас этот диапазон то есть 20 герц и 20000 герц это тот самый диапазон который воспринимает наш слух так вот в этом диапазоне у нас могут быть низкие частоты средние частоты высокие частоты то есть дальше мы уже начинаем различать тембр звука это еще один очень важный параметр то есть мы различаем звук по звуковысотности это непосредственно герцы да но помимо звуковысотности то есть ниже выше у нас еще есть тембр то есть как вы знаете этот пример я уже неоднократно приводил если мы берем одну и ту же ноту на двух разных инструментах например на гитаре и на фортепиано вы всегда сможете отличить что было взято на гитаре что был взят на фортепиано это связано как раз таки с тембром тембр это гармонический окрас то есть я если я беру ноту до допустим 1 октавы на фортепиано у этой ноты до взятой на фортепиано есть определенный гармонический окрас то есть несмотря что мы можем взять любую таблицу частот вы можете посмотреть что нота до это там определенная какая-то частота но то до первой октавы тем не менее есть мы посмотрим на спектр то мы увидим что на самом деле частот гораздо больше у нас задействовано при извлечении этой ноты до на фортепиано это связано как раз таки вот с этим тембральным окрасом то есть вы слышали как термин тембральный окрас это он и есть то же самую гитару то есть если мы берем ту же самую ноту с той же самой громкостью то есть у нас pitch и амплитуда громкость одна и та же но уже на другом инструменте тембральный окрас другой и мы сразу услышим да это тоже но тогда та же громкость но это другой инструмент это не фортепиано таким образом вы никогда не спутаете инструменты друг с другом даже себя не играет в унисон одну и ту же ноту так вот чтобы продолжить этот Принцип дальше. Когда у нас началось зарождение синтезаторов в 20 веке, люди поняли, что помимо акустических, реальных, физических инструментов, таких как духовые, струнные, молоточковые, такие как фортепиано и так далее, почему бы не заставить электричество тоже генерировать какой-то звук в нашем слышевом диапазоне? То есть мы можем заставить электричество вибрировать, скажем так, усилить эту вибрацию с помощью усилителя и слышать некий звук, звук какого-то, ну, электричества. И со временем у нас все это, опять же, такой, скажем так, эволюции звуковой, у нас пришли к тому, что появились разные формы волн, которые генерируются с помощью так называемых осцилляторов. Осциллятор, мы о нем будем отдельно говорить в отдельном видео в этом курсе, но сразу скажу, осциллятор это такое устройство, которое у нас генерирует звук. Я сейчас вам открою пример плагин Mini V, это эмуляция от Arturia классического компрессора MOOC Model D, который появился в 70-х. Это, по сути, такой самый, наверное, первый яркий представитель субтрактивного синтеза, который стал доступен массам, в котором, собственно, и весь принцип синтеза изображен вот прямо на панели. Мы по ней еще неоднократно пройдемся за этот курс, поэтому не переживайте. И также в этом курсе я еще покажу другие синтезаторы, вы все эти элементы тоже сможете очень быстро на любом, даже незнакомом синтезаторе быстро найти и понять вообще, что и как устроено в синтезе. Так вот, осциллятор у нас вот в данном случае находится здесь слева, и мы здесь видим, что вот у нас здесь есть в данном случае три осциллятора. Давайте сфокусируемся на верхнем первом, вот осциллятор один написано. И здесь у нас есть, например, выбор волн. Про формы волн мы тоже поговорим в отдельном видео. Просто сейчас такой, как вводный курс, вам скажу, что осциллятор у нас генерирует определенное количество гармоник. Как правило, он генерирует фундаментальную гармонику, это, собственно, нота наша, то есть мы берем там до в одной октаве, это одна гармоника, одна частота, до в другой, другая и так далее. Как вы помните, у нас изначально звук состоит из синусоид, об этом я тоже говорил в первой серии курса, просто о сложном. И из-за набора разных, различных синусоид, а напомню, что синусоид это есть гармоника, то есть любая гармоника в звуке, это синусоида. Из определенного набора синусоид, того, как они друг с другом сочетаются, у нас получается тембр. То есть первые инженеры, кто изобретали вот эти самые синтезаторы, они подумали, Ну хорошо, если у нас гитара может какой-то определенный набор вот этих синусоид генерировать, фортепиано, почему мы не можем заставить электрическую цепь также генерировать какой-то набор гармоника, получать какие-то уникальные звуки. Итак, появились первые синтезаторы вот с таким электрическим звучанием, как мы уже сейчас можем характеризовать, которые не сложно отнести к какому-то живому инструменту. Вот я могу сейчас воспроизвести вам звук обычной пилы. Давайте я сейчас оставлю один только осциллятор верхний. Откроем фильтр. Вот такой звук у нас получается за счет генерации, ну скажем так, электричеством, конечно, в данном случае у нас цифровой пример, но изначально синтезаторы были аналоговые, и у нас именно электричество управляло, собственно, звуком, то есть колебаниями, которые возникали у нас колебания, и у нас спектр заполнялся определенными гармониками. У меня здесь есть анализатор, давайте его сейчас обнулим. Сейчас я возьму ноту до. И вот мы видим, что у нас есть фундаментальная гармоника, которая отвечает, собственно, за саму ноту до той октавы, которую я взял, и к ней подмешиваются у нас дополнительные гармоники, поэтому мы слышим такой вот электрический тембр, потому что мы видим здесь очень много ярких, высоких гармоник, и за счет этого мы характеризуем тембр вот этого звука. В данном случае это пилообразная форма волны. Мы еще все формы волны разные посмотрим, в том числе их спектральный слепок. Просто я напоминаю, что вот это наглядный тембр. Несмотря на то, что мы взяли всего лишь одну ноту до, вот она, то вот это все сверху, это гармоники, которые характеризуют тембр этой ноты до. То есть в данном случае мы скажем, что эта нота до была взята не на гитаре, не на фортепиано, а явно была взята на каком-то электрическом инструменте, в данном случае синтезатор. То есть вот такой принцип. И дальше инженеры решили пойти, собственно, развить эту технологию. То есть понятно, что с таким звуком много чего не сделаешь, он довольно резкий, неприятный, непонятный. И, собственно, подумали, ну хорошо, вот мы сгенерировали сразу большой набор гармоник вот с помощью, например, пилообразной волны. Опять же напомню, что во многих синтезаторах есть и более мягкие волны, например, такая как синусоида. Это просто обычная гармоника. То есть мы играем, например, ноту до, и вот у нас нота до только и звучит. То есть первая это гармоника. И, ну, по факту это тоже особо на тембр не похоже, скорее какой-то такой свистящий звук обычной синусоида. Обычный синусоид в чистом виде в природе у нас тоже нигде не встречается. То есть у нас все предметы деревянные, металлические, так или иначе состоят из каких-то определенных абертанов гармоник. Об этом я тоже говорил в первой серии курса просто о сложном. А вот чистую такую синусоиду у нас может генерировать только электрический инструмент, опять же синтезатор. И, соответственно, разработчики пришли к разным формам волн, например, треугольная, пилообразная, которую мы посмотрели, пульс и так далее. Об этом подробнее еще поговорим. И это стало использоваться как такой стартовый набор. То есть у нас есть некоторый набор гармоник изначальных. То есть нужно воспринимать вот эти формы волн как некий стартовый набор гармоник, ну как кубики Lego, допустим, у вас в наборе. И вы из этих кубиков можете построить как дом, автомобиль, там что угодно. Также здесь вы можете сделать, попробуя сделать разный тип тембра. Как нам это сделать? То есть у нас есть некий из слепок сразу гармоник. Но чтобы воссоздать какой-то конкретный тембр, более мягкий, более резкий, более жесткий, более какой-то серединистый, там гнусавый, то нам нужно некоторые гармоники просто отсечь. То есть их просто убрать. Допустим, мы можем убрать самые высокие гармоники, можем убрать какие-то самые низкие, можем какие-то средние провалить. Сюда уже на сцену выходит фильтр. То есть как мы видим, если я сейчас скрою нашу панель, у нас после осциллятора идет фильтр. То есть фильтр это такое устройство, которое отрезает ненужные частоты. Давайте вернемся в синтезатор. То есть вот у нас дальше идет фильтр, который, собственно, это и делает. То есть мы видим, что у нас отрезаются ненужные гармоники. Давайте я сброшу волну. И вот мы видим, что звук уже стал гораздо более мягким. То есть совершенно другой звук, хотя форма волны у нас абсолютно та же самая. И набор гармоник тот же самый. Но благодаря фильтру звук уже становится другой. То есть фильтры уже помогают вносить какое-то разнообразие. То есть с одной стороны у нас есть некий стартовый набор, который различается в зависимости от формы, генерируемой волны синтезатором. И есть фильтр, который может по-разному работать и также нам давать разные тембры. То есть отсюда у нас уже в такой геометрической прогрессии увеличивается количество возможностей по созданию определенных тембров. То есть помните, что синтез, самая главная цель синтеза – это получение определенного тембра. Вот здесь у меня так и записано, что субтрактивный синтез, да и синтез в принципе, но субтрактивный особенно – это получение определенного тембра звука с помощью вычитания ненужных гармоник фильтрами частот. То есть, как вы уже поняли, у нас есть набор гармоник, и фильтр вычитает ненужные по своим каким-то определенным законам. Об этом мы тоже еще отдельно поговорим. И далее после этого у нас все поступает на усилитель, который, собственно, усиливает звук. Опять же, мы должны понимать, что все это происходит на уровне электричества. То есть там очень такие низкие вибрации, скажем так, по уровню. И нам нужно их усилить, чтобы их поднять до диапазона нашего слуха, чтобы мы его слышали по громкости. И, собственно, сюда выступает уже вот этот output, или в данном случае усилитель. То есть у нас идет вот такой путь. Сигнал проходит от генерации с помощью осциллятора, потом проходит через фильтрацию с помощью фильтра, и дальше усиливается, и мы слышим, собственно, звук. И вот здесь у меня внизу очень наглядная схема, когда у нас мы тригируем, скажем так, наш синтезатор, чтобы он на определенной высоте, в зависимости от клавиш, который мы играем, воспроизводил какую-то из выбранных нами форм волны. Эта форма волны создает такой некий отпечаток гармоник на нашем спектре. Дальше с помощью определенного фильтра мы это обрезаем, и потом все это подается на усилитель, и дальше все это выводится уже нам либо в файл, либо на колонки, в наушники и так далее. То есть мы слышим звук. То есть вот такой простой принцип. На самом деле сам по себе синтез состоит из трех основных стадий. Первое — это генерация частот или гармоник. Дальше их фильтрация, фильтрация ненужных. И усиление полученного результата, чтобы, собственно, мы слышали то, что получилось. И еще очень важный четвертый элемент в синтезе и в любом синтезаторе — это модулятор. Как мы знаем, у нас звук в природе не статичный. То есть, например, если я возьму ноту на фортепиано, она у меня через какое-то время перестанет звучать. То есть она затухнет, потому что это и физические, и естественные свойства любого предмета. Если ты по нему ударяешь, он со временем перестает вибрировать и перестает излучать какой-то звук. Это касается любого струны, любого духовой инструмента. Пока у тебя духание не кончится, у тебя также звук закончится. То есть у нас есть некоторое изменение. То же самое касается частот. То есть мы можем в момент удара медиатором по струне гитары, у нас очень яркий такой звук, и чем дальше звук тянется, он становится все мягче, мягче, плавнее, плавнее. То есть инженеры думают дальше. Вот мы вот эти три стадии прошли, но инженеры думают дальше. Так, ну хорошо, просто фильтрации частот нам недостаточно. То есть мы сгенерировали какие-то гармоники, часть из них отрезали, и все. Но это все равно не особо похоже на какой-то реальный какой-то звук. То есть вот он есть и есть. И в связи с этим у нас появилась дальше, скажем так, инженерная мысль у людей, разработчиков первых синтезаторов, что мы можем вот этими параметрами, такими как громкость и, собственно, фильтр, управлять в каком-то определенном времени, то есть с помощью специальных устройств, таких как модуляторы. И у нас есть два основных модулятора, которые называются ADSR, то есть огибающие. И также есть у нас модуляция LFO. О них мы подробно поговорим в отдельном видео, сейчас не буду вас перегружать информацией. Просто скажу, что модуляторы, о них, кстати, их бывает гораздо больше, особенно сейчас в современном мире, с возможностями синтеза просто сверхъестественными. Модуляторов может быть гораздо больше, но принцип у них у всех примерно один и тот же. То есть это воздействие на наши параметры, будь то высота звука, громкость, фильтр и так далее, в процессе времени какого-то, либо постоянного, либо какого-то короткого времени, с помощью определенных законов. То есть вот такая тип. И благодаря вот этим четырем этапам мы, собственно, можем создавать самые всевозможные тембры, характеры звучания, определенные настроения звука и так далее. То есть это уже дальше начинается художественная часть. То есть техническая часть закончилась на этом. Вот, в принципе, основа субтрактивного синтеза, да и синтеза в целом мы сейчас с вами рассмотрели. Надеюсь, что это понятно. Опять же, здесь все еще раз так коротко описано. У нас есть осциллятор, у нас есть фильтр, у нас есть усилитель. Это, собственно, то, что у нас проходит звук. Вот здесь поэтому специально выделено желтым цветом. И отдельно в синем у нас есть некое стороннее вмешательство в любую из этих стадий. То есть на любой из этих стадий у нас может произойти вмешательство четвертого нашего элемента модуляторов, который так или иначе будет что-то менять во времени. То есть тут ключевой параметр, что изменения происходят в каком-то определенном времени. Изменение фильтра, изменение громкости, изменение высоты нашего звука. И в некоторых случаях даже изменение формы волны. То есть все это может быть во времени, меняться с помощью стороннего какого-то модулятора. В итоге у нас получаются разные тембры, разные характеры Собственно, то, ради чего мы и занимаемся синтезом Ну что ж, я очень надеюсь, что здесь было все понятно И давайте двинемся дальше И уже поговорим на примере нашего синтезатора Model D Собственно, из чего состоит синтезатор И как вот все то, о чем я говорил в этом уроке Уже применимо непосредственно к физическому воплощению синтезатора